Ну рассказывай, Мадорчик, как там в Америке? Ну что, в Америке, остается в Америке, друзья. Готовится к съемке, буду учить сценарий, эти испанские. Что? Это не твоя? А мы на пафосе! Всем привет! Это новая пафоса, Брумбрум Влога! Вы ждали, мы знаем, как вы ждали. Мы получали тонны писем с конфетти. Друзья, когда вернется Брумбрум Влог, мы ждем и ждем. Вот он! И как вы заметили, сейчас на дворе февраль. Но, тем не менее, у нас тепло, солнце. Подожди, февраль, дорогие друзья, это самый любимый месяц группы Брумбрум, особенно для Мадорчика. Почему? Потому что у него день рождения. А почему? Потому что он был три недели в Лос-Анджелесе, а диктор. Зараза, понимаете? Улетел сам в Лос-Анджелес, никого из нас не взял, а мы мерзли, замерзали в этой зиме в Украине. Знаете, хочется вот такую зиму, как вот вы сейчас видите, потому что, как я уже говорил, повторюсь, сейчас февраль, а мы на Пафосе! Город Пафос, расположенный в юго-западной части Кипра. Пафос, в первую очередь, известен как родина богини Афродиты. И здесь даже отмешано то место, в котором богиня родилась с морской пеной. Изобилие красивых пляжей, исторических мест и отелей привлекают множество европейских туристов, любителей спокойного и ненапряжного отдыха. Ну, а мы поселились в отеле Элисиум и уже готовы устроить настоящий карнавал. Сегодня не просто карнавал, сегодня туристическая конференция. И не просто конференция, а карнавальная конференция. Вы же понимаете, где Румберос, там карнавал, там Пафос, в хорошем смысле этого слова. Ну что, идем на разведку, что у нас за отельчик. Ну, кого-то только не встретишь на Пафосе, понимаете? Анатолий, Анатолий, собственно, персоны. Привет, дорогой. Не Пафосе, нападатель. Я сразу же страничка, как бы, страничка этимологии слова Пафоса. Я вообще-то думал, что Пафос такой помпезный, да, надменный. А оказывается, на самом деле нет. Это что-то наоборот эмоциональное, возбужденное. То есть, когда... Но мы всегда эмоционально возбужденное, ты же знаешь. Я вижу. Да. Поэтому, друзья, как бы, когда вы говорите пафосно, это не означает, что человек надменный. Это означает, что он очень эмоционально возбужденный. То, что мы не на Пафосе как-то. Слушай, дорогой, раз уже мы тебя встретили, расскажи, пожалуйста, вот ты известный телеведущий. Вот совершенно, вот крутая, крутой проект The Interview. Кстати, друзья, подписывайтесь, вообще аплодисменты должны прозвучать, лайки, лайки, колокольчики, следите за новостями. В общем, расскажи вообще, как стать известным телеведущим? Вот что для этого нужно? Бабки надо иметь, это для меня самое важное. Ну, это правда, это абсолютно. На самом деле, вообще, кстати, у нас же серьезный блок, мы же не шутим. Да, да. Интересный вопрос недавно я затронул. Помогают ли деньги в творчестве? Когда у тебя у меня ограниченные финансы, да, ты можешь улететь в Лос-Анджелес на месяц, снять дорогой клип, поехать, ну, не знаю, найти какую-то крутую фотосессию снять за пятерку, там, долларов, да? Минимум. А когда у тебя нет денег, ты как бы все время пытаешься, где-то экономишь, там, к сожалению, где-то, поэтому, чтобы стать хорошим ведущим, надо много денег. И мозги. И купить телеканал, например, какой-то, и стать на нем ведущим. Это самый простой вариант. Это вообще. Ну, рассказывай, Мадорчик, как там в Америке? Боже, жизнь прекрасна, друзья. Не знаю, что тоже там будет дождь, холодно, но это не помешало побывать не в всяких разных крутых клубах. Клубах, да. Поэтому я там не снимал влог, я отдыхал, я тупил каждый день, наслаждался прекрасно. Да, 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 да. Все знают, что Амадор тусовит. Так что говоришь, Амадор, ты хорошо отдохнул в Лос-Анджелесе, и не только в Лос-Анджелесе, ты еще был в Лас-Вегасе. Я был в Лас-Вегасе. По стопам Рум-Рум-Влога. Пожалуйста, я сейчас тебе скажу, я был в Малибу, в Лос-Анджелесе, в Санта-Монике, в Лас-Вегасе. И в Голливуде, только, это другая немножко часть Голливуда. там такие фильмы, а там такие тусовки, там такие вечеринки, бурные, яркие ну конечно, артистическая жизнь она такая и в Донтауне, друзья, поэтому следите за чем следите, я этой фотки не выложу поэтому, друзья, эксклюзивно в Room Room Vlog маленькая нарезочка путешествия Амадуро в Лос-Анджелесе вот оно смотрим ой, какая птичка полетела ха-ха-ха ну что, поехали это был невероятный сюрприз от моих друзей попасть в этом году снова в Лос-Анджелес ха-ха, ну как говорят, это к деньгам, друзья одно из мест, которое мне удалось посетить, это Сан-Диего много утверждают, что Сан-Диего это лучший город на Земле океанские пейсажи, морские котики как оказалось, котики это существа весьма тусовочные как и я в принципе ха-ха, ну согласитесь, милота соошкаливает недалеко от Сан-Диего расположился красивейший остров Коронадо там я побивал в всемирном известном отеле, в котором снимался фильм в джазе только девушки с Марилин Монро и вообще в Сан-Диего потрясающий климат чистота и порядок, шумовые пейсажи особенно этот город стоит посетить именно на закаты стрелище просто не передат набережная очень длинная и можно легко по ней гулять хоть целый день этому способствует свежий морской бриз, красота и конечно куча ресторанчиков с видом на залив в ресторане из-за вилле морепродуктов и различных блюд главное вовремя остановиться я вижу, вижу Амадор остановиться, а это что? о, а это вместо в латиноамериканском клубе Вилей как говорится, весь танцы, вкусный коктейль и красивый чикас никуда ну мог бы меня и позвать Амадор в следующий раз если хорошо себя поведешь договорились ой молчи уже о своем Лос-Анджелесе слушай улетел, пропал без вести знык, Амадор знык мне пришлось снимать, понимаете заменить тебя не запланированно не готовя заменить тебе в программе ритму на телеканале мюзик бокс пока Амадорчика нету, мы с командой трудимся каждый день не покладая рук вот, и сейчас направляемся на мюзик бокс на съемку в программе ритму если честно, я немножко переживаю потому что я в последний раз ввел что-то по сценарию в одиннадцатом классе на выпускного здравствуйте сейчас я буду это все мерять сейчас мы будем готовиться к съемке буду учить сценарий эти испанские слова это не моё что? это не твоё нет это не моё, я готов к перевоплощению, но не настолько привет привет, hola hola так, с вами не Амадор, потому что он велее али поки ваш улюблений Амадор Лопес снижится под Лос-Анджелесским сонцем сьогодні про ваш настрой подбаю я Олег Румберос не бачу перешкод, щоб по-справжньому запалити цей вечер поїхали увага на екран сакной лил джон фельдл эль чебо демасиадо лока по-моему я не должен был 4 дальше ну да, это вообще да колумбийская фантастичная печерка Группа PiseBentour. Завдяки своему таланту цей гурт є чи не найбільш відомим гуртом? Їя чи не найбільш відомим гуртом? Как это? Завдяки своему таланту цей гурт є чи не найбільш відомим гуртом? Гуртом. Гуртом. Давай, на останок, чуть-чуть осталось. На цьому все. На цьому все. Ці шалено насичені... В конце тоже Амадур тупит? Да? Больше чем обычно? РИТМО! Нагадую, что уже за тиждень Амадур Лопес повернеться, аби снова вас слышите в тюрьме телеканала Мюзикбокс. А пока... ЧАО! Повернеться. Да. Скажите, пожалуйста, а... Повернеться? Повернеться. Вы слышите, что неправильное название программы? РИТМО? РИТМО говорит. Что ты хочешь мне сказать, Амадур? Ты мне скажи, пожалуйста... ТАЖЕЛА ЖИЗЬ ВЕДУЩЕГО? Вот скажи. Жила жизнь ведущего? ТАЖЕЛА или как? ТАЖЕЛА, я думаю... Ой, тяжело, тяжело вот проговаривать и выговаривать ваши испанские названия групп и песен и вообще текст. Очень сложно. Но я очень старался, Амадур, я очень старался тебя не подвести. Я проверил сегодня, я проверил сегодня, друзья. Друзья, и вы тоже проверяете. Смотрите влог, комментируйте, ставьте колокольчик, подписывайтесь на наш канал. рум-рум-влог! Мы на пафосе! Крикнул. Амадур, можно, пожалуйста, кофе? Оп, и он здесь. Чем же мы занимались все эти два месяца? Ты что, влог уже снимаешь? Да! В смысле? Типа ломал дверь, Олег.